Привет, Страж! Ты смотришь канал Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и это новое видео о Destiny 2. Продолжаем разбираться во всех изменениях, которые затронут игру 8 мая с релизом второго DLC Военный Разум. И этот ролик будет посвящен новой возможности для PvP, составляющей игры – ранговые матчи. Ранговые матчи позволят игрокам в Гарнила оттачивать свой скилл, совершенствовать его, и при этом чувствовать себя комфортно, играя против игроков аналогичного уровня. Итак, система рангов Гарнила в Destiny 2 делится на две составляющие – слава и доблесть. Каждый из этих рангов состоит из своих шести званий. В первый день после запуска DLC все игроки будут иметь ранг Страж, а затем уже развиваться по ступеням – Страж, Удаль, Отвага, Героизм, Величие и Легенда. Теперь об отличиях. Очки ранга Доблесть начисляются за любые игры в любых плейлистах. Это такой себе массовый ранг. Конечно, больше очков к вашей статье дают за победы, но в случае поражения их не будут обратно забирать, понизив вас по званию, а дадут либо меньше, либо прибавят ноль. А вот в системе слава другая картина. Это куда более соревновательная концепция. Начисляются очки только в плейлистах состязательной игры. Когда вы будете побеждать в матчах этого плейлиста, вам будут плюсоваться очки. В случае поражения очки вычитают. Таким образом, ценность победы в этом ранге возрастает, а значит и сражаться Стражам придется всерьез. Доблесть будет отражать то, сколько вы провели времени в режимах плейлиста, в то время как слава отображает по сути уровень вашего скилла. Итак, 6 рангов. Страж, Удаль, Отвага, Героизм, Величие, Легенда. По достижении каждого нового ранга вам будет вручаться награда, которая будет включать в себя энграммы, коины и абсолют ядра. Но по достижении высшего ранга Легенда вы получите эксклюзивную награду. Например, в грядущем третьем сезоне импульсная винтовка Палаш Редрикса, которая, по словам тех, кому удалось ее использовать, уж очень хороша. Уровень Легенда на ранге Доблесть достигается на отметке в 2000 очков. Когда вы достигнете этого рубежа, вы сможете обнулить его за дополнительные награды и начать прокачку заново. Эта система очень напоминает систему престижей из Call of Duty. Количество таких престижей, по словам разработчиков, не ограничено. Для того, чтобы получить уровень Легенда на рангах Славы, вам понадобится 5500 очков. Получить его будет действительно непросто, поскольку, помните, очки начисляются за победы в состязательных режимах, а поражения будут вычитать их обратно. Притом, если система будет строиться так же, как ЕЛО, то чаще всего за поражения смогут вычитать в 3 раза больше, чем давать за победу. Но небольшая лазейка есть. Если вы будете делать несколько побед подряд, у вас появится винстрик бонус, который будет копиться до 5 побед и работать как множитель. Это значит, что если вы одержите несколько побед подряд до 5, то получаемое количество очков в вашу статистику будет увеличиваться в кратном размере. И, конечно, есть и ЛУ, СТРИК, который работает так же, но в обратном порядке. Так что не советую проигрывать больше раза 3 к ряду, а то потеряете ранг прямо на глазах. Кстати, про потери. Как только вы получаете ранги величия или топовые легенда, их необходимо будет поддерживать, так сказать, оправдывать. Каждую неделю, если вы не будете заходить играть в гарнила и не побеждать хотя бы 3 раза, у вас будут вычитать очки небольшими порциями. Это тоже, как вы понимаете, нацелено на удержание игроков в игре. Конечно, все ваши достижения будут отображаться на специальных эмблемах, чтобы вы могли похвастаться друзьям. Также вы сможете следить за прогрессом прокачки на странице выбора режима гарнила. Режимы Железное Знамя и Испытание 9 не будут учитываться в статистику ни одного из рангов. Это важное замечание, запомните его. Ну и давайте теперь подробнее взглянем на импульсную винтовку Палаш Редрикса, которая будет выдаваться в награду Стражам с рангом Легенда в третьем сезоне. По своему архетипу она очень напоминает Мессенджер из Испытания Сириса первой части. Главной особенностью этой винтовки является перк Сорвиголова, который будет значительно увеличивать скорость стрельбы без потери урона при активном перке Изгой. То есть вы убиваете противника в голову и получаете огромный буст к скорострельности на высокоимпактный пульс винтовки. Посмотрите, как это выглядит. А теперь представьте, как это будет работать не только в ПВЕ, но и в ПВП, когда вы убиваете одного парня в голову, а затем просто как из Убер машины для убийства стираете остальных его тиммейтов в пух и прах. Обалденная винтовка, которая очевидно стоит потраченных на нее усилий. А на этом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, и я постараюсь ответить на них в следующих видео. А пока спасибо за просмотр. Ставьте лайк, не забудьте подписаться, чтобы быть всегда на связи. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok